Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении режима нерабочих дней на территории всей страны. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Крупный пожар произошел в многоквартирном доме Самары. Есть погибшие, что послужило причиной возгорания. В Самаре усилили работу по дезинфекции общественного транспорта. Из-за непростой эпидемиологической ситуации санитарные нормы ужесточают. Центробанк снова повысит ключевую ставку, когда и в который раз это произойдет. Он прошел войну танкистом, участвовал во взятии Рейхстага, а День Победы встретил в госпитале. В Самаре вспоминают героя Советского Союза Владимира Чудайкина, ушедшего от нас год назад. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении режима нерабочих дней на территории всей страны. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. По словам главы государства, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. Ранее с предложением о введении режима нерабочих дней к Владимиру Путину обратилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она заявила, что это нужно сделать из-за роста заболеваемости коронавирусом. В следующем году на борьбу с коронавирусом в Самарской области выделят 20 миллиардов рублей. Большие средства предусмотрены на развитие культуры и спорта, дорожное строительство и комфортную городскую среду. Итоги социально-экономического развития этого года и проект областного бюджета на ближайшие два года обсудили на расширенном заседании правительства региона. Подробности в сюжете. Бюджет Самарской области, несмотря на пандемию, сохраняет социальную направленность. Об этом на расширенном заседании правительства региона рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Заседание прошло в очно-заочном формате с участием широкого круга общественности. Многие участники подключились по видеосвязи. Обязательным требованием для участия в очном режиме являлось предъявление QR-кода о прохождении вакцинации. Даже на фоне пандемии мы продолжаем успешно реализовывать стратегические программы развития. Как вы помните, очень непростой период 2020 года мы не заморозили ни одного объекта и по национальным проектам, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы даже нарастили темпы работ по нацпроектам, на реализацию которых направили почти 61 миллиард рублей. За 9 месяцев этого года индекс выпуска товаров в базовых видах экономики Самарского региона по сравнению с 2019 годом вырос на 4%, реальная заработная плата на 4,6%, инвестиций в основной капитал на 15%. В строительной отрасли объем работ увеличился на 41,5%. В регионе запустили 20 новых производств. Уровень безработицы достиг до пандемийного уровня. Самарская область – лидер по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году приведут в порядок 400 километров автомагистралей по нацпроекту, а с учетом остальных средств – 580 километров дорог. Самарская область очень большое внимание уделяет социальной поддержке граждан. Особенно в период пандемии. У нас в регионе применяется 124 меры социальной поддержки населения. Получателями различных выплат является более миллиона жителей Самарской области. Причем, как вы знаете, у нас постоянно добавляются новые виды поддержки, такие как подарки новорожденным, выплаты выпускникам, поступившим в УЗА и СУЗА региона, компенсации по ипотечным кредитам сельским медикам и педагогам. В целях материального поощрения были выделены средства областного и федерального бюджета на осуществление выплат медицинским работникам, задействованным в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и в проведении вакцинации на общую сумму 1 млрд 87 млн рублей. В целях устранения дефицита средств в системе здравоохранения, возникшие в результате пандемии и повышения оплаты труда, также выделены дополнительные средства из областного бюджета в размере 4 млрд 55 млн рублей. Кроме того, в Самарской области продолжают реализовываться программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Из средств областного бюджета выделены 36 млн рублей, с федерального 56 млн рублей. По решению губернатора, из областного бюджета было выделено 19,5 млн рублей на специальные социальные выплаты 20 медицинским работникам, которые устроились работать в селах. На заседании правительства обсудили бюджет на 2022-2024 годы. В центре внимания остается охрана здоровья. В следующем году на борьбу с коронавирусом в Самарской области выделят более 20 млрд рублей. Предусмотрены ввод 10 объектов здравоохранения, открытия 49 фапов и врачебных амбулаторий, 120 медицинских учреждений будут капитально отремонтированы. Большие средства также предусмотрены на развитие культуры и спорта, дорожное строительство и комфортную городскую среду. Проект бюджета в ближайшее время поступит в Самарскую губернскую дому. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре в течение трех часов тушили крупный пожар в многоквартирном доме. Он вспыхнул в середине дня. С огнем боролись 133 человека и 40 единиц техники. Есть погибший Максим Магомедов уехал на место и расскажет подробности. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу Новосадовая 30 поступило на пульт дежурного в 2 часа дня. Для борьбы с огнем было направлено 133 человека и 40 единиц техники. Дома в этом районе стоят вплотную друг к другу, проехать габаритным машинам оказалось непросто. Из жилой постройки сотрудники МЧС эвакуировали 45 человек, в том числе 15 детей. По словам очевидцев, возгорание произошло на седьмом этаже седьмого подъезда. Жители дома Николай и Тамара Осмолова оказались в домовой ловушке. Мы узнали, когда у нас свет отключился, стали выскакивать. А там уже невозможно дышать, и все гарью покрылось. То есть горение уже началось сильнее. И вот мы с девятого этажа, нас пожарники выводили в масках, чтобы мы не задохнулись. Они сами в масках и нас в масках, потому что там дышать невозможно было. Даже вот руку на расстоянии не было видно. Сергей тоже живет в этом доме. Узнал о пожаре, когда был на работе. Ему позвонили родители. Говорит, сразу поехал домой и увидел, как во дворе разворачивают пожарные рукава. Начали тушить, поднялись выше, и пожарники тушили сверху вниз. Вот, люди там, ну видно было, то есть в истерике бегали, искали животных, соседей. То есть страшно. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу. Пожар номер два. На месте пожара происходило горение с пятого по девятый этажи с уходом огня в квартиры на седьмом, восьмом и девятых этажах. Огонь распространялся сверху вниз по балконам и охватил площадь в 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 15.34. Один человек погиб. Его личность устанавливают. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Записаться к врачу на вакцинацию и вызвать доктора на дом теперь можно через единый контакт с Центром Министерства здравоохранения региона. Такие центры уже действуют на базе 15-й Самарской поликлиники в онкологическом диспансере в одном из медучреждений Тольятти. С учетом высокой нагрузки на поликлиники региона и города, Минздрав принял решение открыть дополнительный контакт-центр на базе Самарского государственного медицинского университета. О его первом рабочем дне, который по традиции прошел в онлайн-формате, репортаж Ольги Павловой. Здравствуйте, служба врача НАТО. Александр, слушаю вас. В свой первый рабочий день студентка Самарского медуниверситета Александра Кузнецова начинает с приема многочисленных звонков от пациентов. В контакт-центр пришла по зову души, рассказывает девушка. Работает довольна. Обращений много. От вызова врача на дом до записи к терапевту и на вакцинацию. Очень много людей звонили насчет вакцинации. Кто-то хотел, чтобы к ним домой пришли. Кто-то просто хотел записаться. Я думаю, надо больше таких открывать центров. Дополнительно единый контакт-центр был открыт на базе Самарского медицинского университета по причине высокой нагрузки, которая легла на амбулаторно-поликлинические отделения в период пандемии. Подобные центры уже работают в 15-й Самарской поликлинике, в онкологическом диспансере и в одном из медучреждений Тольятти. Но даже несмотря на эти горячие линии, несмотря на эти контакт-центры, безусловно, возрастает количество звонков. Безусловно, это запись на прием к врачу, это вызов на дом, это оказание отчасти и психологической помощи в рамках тех звонков, которые поступают. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В новом контакт-центре с 8 утра и до 8 вечера сейчас трудятся 20 студентов-волонтеров. Ребята используют специализированные информационные программы, которые в будущем пригодятся им в работе. Плюс ко всему, за участие в волонтерском движении студентам зачислят дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Это еще один шаг, который говорит о том, что университет понимает всю меру ответственности, всю важность для нашего населения. И сегодня тот шаг, который направлен на расширение контактных центров в Самарской области, потому что объем звонков увеличивается. Чтобы работать в незнакомой компьютерной системе было проще, Министерство здравоохранения предоставило кураторов. Они помогают ребятам-волонтерам разобраться в потоке поступающей информации. Напомним, для того, чтобы записаться к врачу через единый контакт в центре региона, необходимо позвонить по номеру 122 и набрать добавочные цифры – единицу или двойку. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается напряженной. За сутки в Самарской области зафиксировали 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По рекомендации Роспотребнадзора, для создания коллективного иммунитета к 1 ноября должны быть вакцинированы 80% населения области. Особое внимание людям старше 65 лет. Как проходит вакцинация в Чапаевске, расскажем далее. В первую очередь защитить тех, кто наиболее уязвим перед болезнью. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Это люди старше 65 лет. Они могут сделать прививку, записавшись по телефону в поликлинике по месту прописки, вызвать медиков на дом, а также в мобильном пункте вакцинации, как это сделал Валерий Шевиков. Сегодня он пришел за первым компонентом вакцины. Говорит, хочет иммунизироваться до наступления зимы. Это удобно тем, что в интернете посмотрел, где она стоит. Подъехал, ни народу, никого. Здесь все удобно, наглядно принимают. Все отлично. Я думаю, что вот за такими пунктами будущее. Пройти вакцинацию может каждый, кому исполнилось 18 лет. По словам врачей, те, кто сделал прививку, заболевают реже, а болезнь переносит легче. На самом деле это эффективно, это помогает. И только тотальная вакцинация, как минимум 80% взрослого населения города Чапайска, поможет нам остановить эпидемию, ну и сохранить здоровье и, самое главное, жизни наших жителей. Сделать прививку можно и в круглосуточных кабинетах, которые работают в Самаре. Привить 80% жителей области – такая задача стоит перед медиками, чтобы остановить пандемию. Пока же уровень заболеваемости высок, и чтобы сократить риск встречи с инфекцией, риск тяжелых осложнений и госпитализации, нужно прививаться. А тем, кто сделал первую прививку полгода назад, задуматься о повторной. Соблюдение масочного режима тоже поможет уберечься от болезни. Не стоит пренебрегать этой профилактической мерой. Виктория Шарая, События. Обезопасить пассажиров и персонал. В Самаре продолжают в ежедневном режиме дезинфицировать подвижной состав городского общественного транспорта. Санитарные нормы ужесточают, чтобы в регионе не пришлось вводить локдаун. Подробности расскажем в сюжете. Перед отправкой автобуса в рейс обязательны водные процедуры. Каждый день в общественном транспорте Самары ездят около 200 тысяч жителей, поэтому его чистоту необходимо поддерживать ежедневно. С начала пандемии у специалистов транспортных предприятий появились и новые обязанности – дезинфекция салона. Для этих целей еще два года назад закупили порядка 200 килограмм специальных препаратов. Сейчас в связи с усилением работ по дезинфекции ежемесячно тратят около 40 килограмм раствора на основе хлора и 60 литров перекиси водорода. Она нужна для протирки контактных поверхностей, поручней, стекол, валидаторов и сидений. Весь подвижной состав обрабатывается специализированными средствами, такие как хлорамин, сульфатоклорин, то есть это растворы с содержанием хлора, которые рекомендованы к использованию именно в местах, где может проявляться различные инфекции, заболевания и так далее, в том числе одобрены для применения на транспорте. Кроме дезинфекции и мойки подвижного состава ежедневным стал и инструктаж экипажа автотранспорта. На предприятиях его проводят каждое утро. Старшие колонны проводят инструктаж с экипажами. Кондуктор-водитель предупреждается о том, что он обязан надевать защитные средства во время поездки и не снимать ее до момента заезда в автопарк. Говорят в том числе и о необходимости вакцинации. На предприятиях продолжается прививочная кампания. Так, на сегодняшний день вакцинированы более 70% сотрудников трамвайно-троллейбусного управления и порядка 60% штата на предприятии, которые занимаются автобусными перевозками. Усиленная мойка и дезинфекция общественного транспорта – мера вынужденная и необходимая. Для этих целей на предприятиях даже закупили новые автоматизированные щетки. Ежедневное поддержание чистоты общественного транспорта особенно важно в ситуации непростой эпид-обстановки, которая сложилась в регионе. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Аналитики снова ожидают повышения ключевой ставки. Когда это произойдет и какое по счету это повышение за последнее время? Повышение ключевой ставки ожидается в пятницу и станет уже шестым. А пока о курсах валют. Курс доллара на 21 октября – 71 рубль 5 копеек. Евро – 82 рубля 61 копейка. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 84 доллара 17 центов за баррель. Банк России на заседании Совета директоров в пятницу снова повысит ключевую ставку, ожидают аналитики. Шестое подряд повышение ставки из-за по-прежнему сильно растущей инфляции практически неизбежно. Интрига лишь в том, насколько сильным оно будет. Повышение ключевой ставки должно позитивно сказаться на курсе рубля и усилить тенденцию по росту ставок по вкладам и кредитам. Напомню, Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшейся ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25% исторического минимума для этого показателя. В первой половине 2020 года Центробанк напротив опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит. Сейчас ключевая ставка составляет 6,75%. На прошлом заседании в сентябре Центробанк повысил ее минимальным шагом в 0,25% пункта. Ранее глава Банка России Эльвира Набиулина заявляла, что Центробанк не исключает уровень ключевой ставки и выше 7%. Расходы на медицину в проекте очередного трехлетнего бюджета увеличились, но есть изменения в методике распределения этих сумм между госпрограммами. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на просьбу прокомментировать утверждения о якобы сокращении по сравнению с уровнем нынешнего года предстоящих трат на социальную сферу, в том числе на здравоохранение. По словам Пескова, в целом расходы увеличатся, но некоторые статьи переведены из здравоохранения в другие программы. К примеру, в программу научно-технологического развития России. Что касается затрат на медицину, то они вырастут на 5%, заключил представитель Кремля. Уже к концу 2023 года уровень бедности в России может снизиться до исторического минимума, достигнув отметки в 10,1%. Прогноз содержится в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030. Финальная версия единого плана предлагает оптимистичный сценарий, при котором в 2021 году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4%, что коррелирует с прогнозом Всемирного банка. При этом в промежуточной версии документа указывался показатель в 12%. Теперь прожиточный минимум определяется по медианному доходу, а не по потребительской корзине. В Минтруде добавили, что меры поддержки малообеспеченных граждан расширяются, акцент делается на помощи семьям с детьми. Уровень бедности удается постепенно снижать благодаря комплексу мер поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Ранее министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что 80% бедных граждан составляют семьи с детьми. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре продолжается всероссийская перепись населения. В этом году впервые за всю историю она проходит в электронном формате. Переписаться можно как самостоятельно, так и с помощью переписчика, который придет на дом и занесет данные в систему. О том, как выглядит перепись населения глазами, этого переписчика расскажет Никита Колосов. Переписчик полевого уровня Инесса Шишкина во всероссийской переписи населения принимает участие не в первый раз. В 2010-м она уже ходила по домам и опрашивала жителей Самары. Девушка признается, участвовать в таком историческом событии ей нравится. Она любит общаться с людьми. В этом году, признается Инесса, работает намного легче. В сумке только планшет, два пауэрбанка и несколько распечатанных анкет. На всякий случай. А весь процесс переписи стал намного быстрее и удобнее. Портфель стал легче. Это, во-первых. Во-вторых, стал планшет. Это намного удобнее, нежели чтобы ты ходила с переписными листами и как бы больше времени уходила на перепись. Сейчас более удобно стало. В среднем переписчик в день обходит от 30 до 60 человек. Все данные он заносит в планшет и в конце смены отправляет в Росстат. Также переписчик проверяет тех, кто прошел перепись самостоятельно. Жители предъявляют QR-код, который сканируется через планшет. Тем самым статус переписного листа обновляется. И только тогда перепись засчитывается. Это важно для нашей страны. Нужны нам эти данные для того, чтобы в дальнейшем можно проанализировать состояние жилых домов. То есть сколько у нас населения и так далее, какое у нас образование. Принять участие в переписи населения можно до 14 ноября. Переписаться можно самостоятельно на портале госуслуг, на стационарном участке, либо с помощью переписчика. Никита Колосов, Константин Головин. События. Осенью, когда света и тепла становятся меньше, человек подчиняется природным ритмам и становится сонлив. К тому же сырость и промозглость дают дополнительный повод для раздражения и нервозности. В обиходе все эти симптомы зовут осенней хандрой. Как ее избежать, расскажет Ольга Хомракулова. Для начала просто примите тот факт, что все в мире циклично и ничто не вечно. После этого преодолеть осеннюю хандру куда проще, утверждают эксперты. Медики связывают появление осенней депрессии с нарушением обмена веществ. Световой день становится короче, поэтому гормона счастья, серотонина, вырабатывается меньше. А вот гормона сна, мелатонина, напротив, больше, что и вызывает сонливость и апатию. Инсоляция уменьшается, и человек попадает в ситуацию более темного состояния внешнего мира, когда день уменьшается, ночь становится длиннее. И это воздействует на надпочечники, на нашу вообще физиологию. Дожди идут, нету солнца, тучи на небе. Это своего рода тоже такая картинка проективная, когда может человек рисовать свое плохое настроение. Обрести хорошее настроение поможет правильно подобранный рацион. Откажитесь от сахара в пользу продуктов, богатых магнием и витаминами В и С. Налегайте на цитрусовые, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты. Также снизить стресс помогут настойки из корня женьшеня и радиолы розовой. Обустройте свой дом с уютом. Добавьте в интерьер больше теплых и мягких вещей в светлых тонах. При этом существует огромное количество практик для всей семьи, способных раскрасить домашний досуг. Если мы говорим про детей маленького возраста, то возможно дома есть какие-то картинки, пейзажи, какие-то сюжетные картинки. И спросите у ребенка, что ты видишь. Если мы берем детей постарше, то здорово читать сказки либо по ролям, либо по очереди страницы. Также сейчас очень модно составлять, делать на заказ даже, а здесь вот сами, своими руками герб семьи. Несмотря на дождливую погоду, бывайте на свежем воздухе не менее получаса в день. Общайтесь с друзьями и близкими. Но если не хочется, следуйте своим инстинктам, завернитесь в плед и разрешите себе отдохнуть под хорошую книгу или фильм. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Год назад ушел из жизни наш земляк, герой Советского Союза Владимир Чудайкин. 1 мая 1945 года танк сержанта Чудайкина в составе штурмовой группы прорывался к Рейхстагу. В его задачу входило уничтожение огневых точек противников зданий. После войны Владимир Иванович работал на металлургическом заводе. Большое внимание уделял патриотическому воспитанию молодежи, активно участвовал в развитии города. Смерть ветерана Великой Отечественной войны стала невосполнимой утратой не только для Самарской области, но и для России в целом. Всю свою долгую жизнь он был примером для тысяч человек. Я очень счастливый человек. Тяжелое детство и все равно счастливый человек. Его боевыми подвигами гордится вся страна и, конечно, Самара. Память о Владимире Ивановиче, который прожил долгую жизнь и всегда служил примером как для своих товарищей, так и для молодежи, продолжает жить. Уход из жизни почетного гражданина Самарской области стал для региона невосполнимой утратой. Губернатор Дмитрий Азаров отметил в своем соболезновании, что ни одно значимое событие региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без участия Владимира Чудайкина. О почетном гражданине региона продолжают рассказывать школьникам и студентам на классных часах. Практически каждый самарец знает о подвиге Чудайкина при взятии Берлина. 1 мая 1945 года танк сержанта Владимира Чудайкина в составе штурмовой группы двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противников здания Рейхстага. Владимир Иванович был ранен и контужен, но остался в строю, а победу встретил уже в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Чудайкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Когда сообщили, что закончилась война, все мы больные, даже лежачие, которые были и топ, постарались раненые подняться, выйти на улицу. Это день очень солнечный был, вышли на улицу, праздновали вот такой день победы. После госпиталя я прихожу в свою часть, командир батальона Ярцев, и говорит, мы тебе представили звание Героя Советского Союза. Владимир Чудайкин продолжал вершить добрые дела и в мирной жизни. После окончания войны до 1950 года Владимир Иванович служил в вооруженных силах СССР. После демобилизации в звании старшины пришел трудиться на Куйбышевский металлургический завод, где проработал около 40 лет. Общий трудовой стаж Владимира Ивановича 56 лет. Он много работал в ветеранском движении и передавал свой опыт молодежи. До конца своих дней активно участвовал в жизни региона. Владимир Чудайкин был одним из первых, кто предложил присвоить Самаре звание Город трудовой доблести. В июле губернатор Дмитрий Азаров встретился с героем социалистического труда, почетным гражданином Самарской области Максимом Абаденко. Были намечены планы по созданию памятных композиций, посвященных памяти Владимира Чудайкина. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи.